Однажды Маркус возвращался домой с работы. В городе отключили электричество, и всё было окутано темнотой. Вдруг он услышал шаги, кто-то шёл за ним. Он обернулся, чтобы проверить, и в этот момент мир вокруг него стал абсолютно чёрным. Маркус пришёл в себя в подвале, тускло освещённом несколькими свечами. Перед ним было три двери. За первой дверью голодные зомби ждали новую еду. За второй дверью бушевал пожар. А третья дверь скрывала оголённые электрические провода. Теперь только вы можете спасти Маркуса. Напишите в комментариях, какую дверь он должен выбрать прямо сейчас. Как вы, наверное, помните, в городе отключили электричество. Так что электрические провода сейчас совершенно безвредны. Маркус должен проскользнуть через третью дверь. Как ни странно, парень оказался в парикмахерской. На мгновение, засмотревшись на происходящее перед глазами, он понял, что одному из клиентов грозит смертельная опасность. Напишите, кто это в комментариях ниже, и докажите, что вы такой же умный, как Маркус. Маркус заметил, что рыжеволосый парикмахер перепутал спрей от насекомых с лаком для волос. Но стоило ему открыть рот, чтобы предупредить клиента, как вся комната исчезла. Это была всего лишь голограмма. Неужели кто-то играл с Маркусом? Парень отправился дальше. В какой-то момент он свернул за угол, и ледяной порыв ветра ударил ему в лицо. Маркус оказался на улице. Вокруг была зима. За его спиной не было ни одного здания, только сугробы и темные деревья. Маркус мог двигаться только прямо. Перед ним было три тропинки. Та, что слева, вела через логово голодных волков. Чтобы пройти посередине, Маркусу пришлось бы идти мимо семейства медведей. А правый путь пролегал через замерзшее озеро, покрытое тонким льдом. Парень замерзает. Помогите ему в комментариях как можно быстрее. Маркус должен выбрать путь посередине. Сейчас зима, а медведи в это время года впадают в спячку. Если парень будет вести себя тихо, он не разбудит их и благополучно выйдет из леса. Маркусу удалось избежать опасности, и вскоре он заметил дом, спрятанный среди деревьев. Но только войдя внутрь, он понял, что это очень странный и жуткий дом. Главной подсказкой стали четыре двери перед парнем. За первой дверью находилась комната, наполненная водой, кишащей пираньями. За второй дверью скрывался горный склон. Стоило кому-то ступить на него, как вниз обрушивалась лавина. За третьей дверью были электрические провода, свисающие прямо над полом, и несколько мокрых пятен на полу. А за четвертой дверью была только маленькая комната с одним окном на 58-м этаже. И больше ничего. Напишите свой вариант в комментариях ниже быстрее других детективов. Маркусу следует пройти через дверь номер три. Поскольку провода фактически не касаются пола, парень сможет нагнуться и проползти к другому выходу. К сожалению, тот, кто проверял навыки выживания Маркуса, не хотел упрощать ему жизнь. Дверь, ведущая из комнаты, была заперта, и у него были четыре замочные скважины. На стене рядом с ней висели четыре ключа. Если Маркус хотел выбраться из комнаты, ему нужно было подобрать замочные скважины и ключи. Если вы поможете ему справиться с этой сложной задачей, напишите в комментариях «Я могу» под видео. Посмотрите на головки этих ключей. Все они имеют отверстия с разным количеством граней. Идея в том, что количество граней должно соответствовать кодовому номеру под каждой замочной скважиной. Маркус наконец-то выбрался из страшной комнаты, но его приключения еще не закончились. Он попал в столовую в тюрьме. Чтобы пройти мимо заключенных, ему нужно выяснить, кто из них самый богатый. Сможете ли вы помочь Маркусу? Мужчина слева – повар, поэтому у него особое питание. У парня посередине есть несколько золотых украшений, но вряд ли они сильно помогут ему в тюрьме. Что касается мужчины справа, то у него в кармане спрятан смартфон. А в тюрьме такой гаджет означает возможность общаться с внешним миром. Значит, он должен быть самым влиятельным и богатым среди всех. Но если вы не согласны, напишите свое мнение в комментариях. Бедный Маркус. Чтобы выбраться из тюремной столовой, ему нужно было выбрать самый безопасный выход. Но все они казались одинаково страшными. Первый вел в логово ужасного дракона, второй – в комнату с кипящей лавой. А чтобы попасть в третью комнату, Маркусу придется пробираться сквозь лазерные лучи, разрезающие плоть. Это сложный выбор. Скажите Маркусу в комментариях, какой путь он должен выбрать. Самый безопасный способ – попытаться выбраться через третий выход. Конечно, это неприятная прогулка по парку, но, по крайней мере, лазерные лучи не двигаются. Следующим местом, где оказался Маркус, была боевая арена. Видимо, таинственная сила, которая чинила ему препятствия, решила сама вмешаться в игру. Парня поджидали три существа, и ему нужно было сразиться с одним из них, чтобы выжить. У первого монстра была голова гремучей змеи и тело гигантского хорька. У второго было тело гориллы и голова аллигатора. А у третьего существа морда и тело белой акулы – хвост и когти медведя. Какого монстра выбрал Маркус? Поделитесь своими идеями в комментариях. Первые два монстра, вероятно, окажутся чрезвычайно опасными противниками. Представьте себе, насколько проворный и ядовитый может быть полузмея-полухорек. А горилла-аллигатор определенно слишком сильный, чтобы Маркус смог его победить. Что касается акула-медведя, так как у акул есть жабры, и они не могут дышать на суше, парню просто нужно будет немного подождать, и противник сам уберется с его пути. Когда все закончилось, Маркус перенесся в тускло освещенную комнату. Перед ним стояла причудливо выглядящая семья. Маркусу предстояло выяснить, кто из членов этой семьи одержим призраком. Будучи наблюдательным парнем, он вскоре нашел ответ. А насколько наблюдательны вы? Пишите в комментариях. Несомненно, эта женщина выглядит довольно испуганной, но она неодержима, а подавилась едой и не может дышать. Мужчина в темных очках, хотя он находится в помещении, это подозрительно, но он слепой, видите белую трость рядом с ним. А вот бабушка, одержимая, через всю комнату к ней тянется след эктоплазмы. Успешно разгадав загадку, Маркус оказался в джунглях. Блуждая по ним несколько часов, он пришел к месту, где тропа разделялась на три небольшие тропы. Первая вела к действующему вулкану, в кратере которого бурлила раскаленная лава. Если Маркус выберет второй путь, то попадет на поляну, кишащую ядовитыми летучими мышами. А третий путь заканчивался болотом, поглощающим все и всех, кто туда попадал. Если вы знаете, куда должен пойти парень, расскажите ему об этом в комментариях. Пожалуйста. Маркус выбрал второй путь. Ведь большинство летучих мышей активны только ночью. К тому же они почти никогда не нападают на людей. Я оказался дома в своей собственной постели. Неужели это был просто жуткий, очень подробный сон? Напишите, что вы об этом думаете. Редактор субтитров А.Семкин